Проще простого зарабатывать деньги в интернете. Кэшбэк сервис Алиэкспресс с реальным кэшбэком от 7 до 15%. Заходи по ссылке в описании и возвращай деньги за покупки. Итак, всем привет дорогие друзья, и тут у нас новости обновления. Cyanogen Note 13 стал доступен на Sony Xperia Z, Nvidia Shield Tablet, Moto X и BQI Aquaris M5. Одной из особенностей устройств на операционной системе Android является то, что когда производители официально прекратили их поддерживать и выпускать обновления, то владельцы всегда могут перейти на использование сторонних прошивок, которые дают возможность получить доступ ко всем новым функциям. Самой популярной неофициальной прошивкой на базе Android является CyanogenMod. Команда разработчиков неустанно трудится над тем, чтобы поддерживать огромное количество смартфонов и планшетов. Оценить их работу теперь есть возможность и у владельцев Nvidia Shield Tablet, Motorola Moto X 2013 года, BQI Aquaris M5, Sony Xperia Z, Xperia ZR и Xperia ZL. Для всех этих устройств вышла прошивка CyanogenMod 13 на базе Android 6 Marshmallow. Сразу стоит отметить, что сейчас сборки для всех указанных устройств являются ночными. То есть, скажем так, бета-версиями, можно так сказать. То есть, они как бы на скорую руку клепались, типа того, в общем. Поэтому при работе с ними могут возникать различные проблемы. Выпуск CyanogenMod 13 будет особенно важной новостью для владельцев Moto X 2013 года Xperia Z, Xperia ZR и Xperia ZL. Так как их официальная поддержка уже закончилась, и сторонние прошивки являются единственным способом получить доступ к новым функциям. Планшет Shield Tablet и так работает на Android 6.0.1 Marshmallow. И есть большая вероятность, что он обновится даже до Android 7. И скачать CyanogenMod 13 можно по следующим ссылкам, которые я выложу в описании. Прошивки для других девайсов можно найти на официальном сайте проекта CyanogenMod. Понравилось видео? Ставь палец вверх и подписывайся на канал. Субтитры подогнал «Симон»!